И снова здравствуйте! Блендер 2.91. Вопрос этого ролика именно вот как сделать, вставить кости вот в этого осьминога. Сначала сделал я вот такой вариант, чтобы вот эти щупальца были вниз. Ну когда начинаешь вставлять кости, тут получается, что некоторые кости тянут на себя вот эти вот соседние щупальца. Словом, вот такой вот вариант осьминога для вставления костей, в принципе, не самое лучшее. Пришлось переделать осьминога вот в такой вариант. Единственное, что можно еще сделать, это вот эти щупальца чуть-чуть под уклоном ставить, как поза А, ну вот так чуть в бок. Тогда будет немного еще попроще вставлять кости, а тем более потом с ними делать манипуляции. Получается, вот такой вот персонаж осьминог, потом идет Shift-A, вставляете Single Bone. Как обычно, переключаете на InFront Viaport Display. Эту косточку поднимаем, это будет голова. И погнали в Edit Mode. В Edit Mode уже семерка на нампаде, и можно E. Вытягиваете косточку, нажимаете на нее Alt-P, сочетание клавиш, отсоединяете Clear Parent. Можно ее немножко G перевести подальше, и вот от нее начинаем вставлять кости. Желательно их побольше вставлять, чтобы щупальца была гибкая. Так, вот эту косточку G немножко подкручиваем. Это все-таки будет как плечо, допустим, или ключица. Но она должна присутствовать. Так, эти косточки G опускаем, устанавливаем именно всю пальцу. Но каким образом, чтобы, когда мы потом будем делать анимацию, здесь присутствовал локоть. Ну, допустим, вот из этой косточки G мы чуть-чуть ее кверху поднимем, чтобы здесь составлялся какой-никакой а угол. Вот здесь вот чуть-чуть повыше ее подставим, кромки. И вот здесь она в эту сторону уже будет гнуться. Ну, все, как обычно. Здесь привязываем Ctrl-P, Keep Offset ключицу в голове. Дальше что делаем? Здесь вот еще одну косточку выпускаем. Это E. Мы ее отсоединяем Alt-P, Clear Parent. И в таком духе оставляем возможно еще можно отключить ей деформацию. Так, вот где настройка кости, Deform, вот этой косточки отключаем деформацию. Заходим в Post Mode и настройка в каком плане идет. Выбираем вот эту косточку, вот эту через Shift и Ctrl-P. Так, пардон, это Ctrl-Shift сочетание клавиш, Inverse Kinematic добавляем. И теперь мы можем вот этой косточкой двигать всю клешню. И вы видите, куда она сгинается. Там, где мы наметили локтевую кость. Что еще можно сделать? Добавить вот этой косточки в настройках. Это влияние, ну, пускай, сколько у нас тут костей. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, вот пускай на пять костей будет влияние. Смотрим, что происходит. Это G. Вы видите, что уже щупальца движется нормально. В принципе, этого всего достаточно. Но еще что можно сделать? По прошлым роликам я не заморачивался что-то там выдумывать. Получается вот на эту косточку или, возможно, вот на эту. Можно поставить, как и в прошлом ролике, настройка руки. Выбираем Inverse Kinematic через Shift. Выбираем вот эту косточку или эту. Там уже по обстановке посмотрите по вашему ригу, по персонажу, какая будет лучше выбранная и так далее. Так, и назначаем Ctrl-Shift-C. Всему этому Copy Location. Заходим, чуть-чуть уменьшаем интенсивность, чтобы сильно ее не перекручивало. Так, что еще можно поставить? Так, ну, проверяем. Видите, в принципе, изменений нет больших. Теперь выбираем вот эту косточку и вот эту. И нажимаем Ctrl-Shift-C и назначаем Copy Transformations. Здесь мы уже переходим на Inverse Kinematic. После этого к ней добавляется Constraint. И нажимаем Local Space. Немного интенсивность можно уменьшить, чтобы, опять же, повторюсь, не было большого перекрута. Так, теперь что можно посмотреть? Это G. И вот так это еще не присвоено. И вот так все это дело работает. Мы можем теперь крутить щупальцу. Где-то, если мы перекрутим вот эту косточку R, вы видите, что щупальца тоже изгибается. Это вот такой вот вариант. Так, еще что можно сделать? Можно добавить вот этим костям. Если мы сейчас переключимся на Bomb, BigBomb, вот этим костям можно добавить, так, в настройках Bendy Bones добавляем, допустим, подразделяем, чтобы они мягче были, больше секций. Ставим вот таким вот образом. Смотрим, что получится. Опять в PostMode. Можно теперь уже будет переключиться на октанден, октахен, вот этот, короче, хидрант, ё-мать моя. Ну, короче, вот такая штука. И теперь смотрим, что происходит. В принципе, вот все мягче стало двигаться. Вот эту косточку, единственное, если вы будете обвивать, допустим, корабль какой-то, то можно обыграть это дело каким образом? Inverse Kinematic настроить чуть-чуть подальше. Здесь сделать вот эти косточки, как кисть руки, типа пальцы, вот эти. Вот от этой косточки, вот от этой косточки выводим кость и все по прошлым роликам. Просто делаем руку, как бы, но с одним пальцем. Вот и все. И вот это щупальца, первые три кости или две, как вы сделаете, уже будет прилипать и лезть по кораблю, уже цепляться за него. Вот такая штука. Эту косточку можно, опять же, как сделать Edit Mode. Так, давайте я все удалю и покажу вам, как все это дело делается за раз уже. Так, с этой косточки удаляем все настройки, вот эти Constraint. Этот Constraint тоже можно удалить. Теперь что делаем? Заходим в Edit Mode. Выбираем, допустим, вот эту косточку, E. Из нее вытаскиваем кость, Alt, P, Clear, Parent. Эту косточку можно Delete, удалить. Пусть она теперь не нужна будет, она и так была отсоединенная. Просто как водила всю вот эту часть клешни. Так, вот эту косточку с этой теперь связываем Ctrl, P, Keep Offset. Заходим в Post Mode. И вот эту косточку с этой связываем Ctrl, Shift, C, сочетание клавиш. Назначаем Inverse Kinematic. Ну и попробуем, как это все дело действует. Вот вы видите, что теперь вы можете поднимать руку вот эту клешню. Теперь вы можете ее изгибать и как бы карабкаться на корабль. Вот если вы вот эту часть еще больше поднимете, то вы видите, что уже по кораблю будет цепляться вот эта часть. Вот таким образом можно сделать и также добавить вот на эту косточку Ctrl, Shift, C, Copy Location. На эту косточку на Inverse Kinematic, Ctrl, Shift, C, можно добавить Copy Transformations, переключить ее в Local Space, Local Space и уменьшить немного интенсивность этой, вот этой кости и этой. Ну вот теперь можно карабкаться на корабль. Допустим, каким образом? Выбираем вот эту косточку G, R и вот вы видите, что если поставить впереди корабль, то вот мы можем уже как-то как-то к нему прикрепиться. Вот так вот допустим G, вот поменьше эту можно так вот отвести. Допустим, здесь какой-нибудь выступ будет побольше костей сделать, чтобы она облегала корпус лучше. И все вот таким вот образом. Так, еще что хотелось бы сказать, прикреплять вот это кости, вот эти кости, нужно только в том случае, когда вы все вот эти установите. Полностью делаете одну сторону вот эту, а потом ее зеркалите в Mirror X Global. Ставите, ну это все по прошлым роликам, я не буду это сейчас показывать. Посмотрите, как все это дело делалось. И получается, что когда будет готов рик, вот этот, получится вот такая штука. Получается что-то вот в таком духе, простенькая анимация, движение. Вот. Типа он плывет. Также можно, смотрим, что с ним делать. А кстати, я не рассказал, что все вот эти косточки, все вот эти косточки. Привязывайте к одной кости. Сейчас покажу, как это все выглядит. Это Edit Mode. Вот так вставлены кости. Так. Вот такие кости, связанные с головой. И все вот эти косточки, вот эти вот, привязаны к одной кости. Для чего это? Смотрим, заходим в Post Mode. А чтобы мы могли при анимации вот эту косточку. Вы видите, мы ее можем уводить куда хотим. И вот делать вот это все движение. Если вам нужно отвести какие-то клешни. Ну, допустим, они будут двигаться сами по себе. То эти кости можно не привязывать вот к этой кости. Вот так. Допустим, эти будут отдельно, как-то вот в бок вот так уходить. Вот так. И, в принципе, можно ими и так руководить тоже. Вот как-то вот так вот мягко, чтобы он плавал. Словом, вы устанавливаете вот эти косточки, клешни в ту сторону, которые... То есть, в ту часть, которая будет двигаться, допустим, отдельно. Вы можете изменять вот эти кости. Тоже выкручивать их. Ну, допустим, R. Как-то вот вниз. Вот эти косточки. Ну, как-то вот так. И получается, теперь, если вы будете G вести эту кость, то эти лапы будут, возможно, работать сами по себе. Как-то отталкиваться или где-то цепляться за что-то. Ну, вот такой вот способ для анимации именно спрута вот этого. Кальмар или как он называется? Осьминог. О! Вот такая штукенция. Все. Всем пока. До свидания.